Добрый вечер, дорогие друзья! Меня зовут Дарья, и вы на канале Молодая Ферма. Сейчас у меня закончилась вечерняя управа у коз, а там одновременно в коровнике сейчас кто-то доит коров. И это не мама, а моя лучшая подружка Лиза. Как раз пока доила коз, смотрю, приходят уведомления, ваши добрые комментарии по поводу Лизы. Она у меня в этом деле такая, ух, боевая. Мы с ней раньше занимались вместе конным спортом, поэтому с животными она очень хорошо ладит. В принципе, пока я валялась дома с температурой, она помогла, почистила мне курятник. За год это первый человек, который сделал эту работу за меня. Но иногда приезжала там сестра с Питера, помогала. Но так, конечно, в основном уборка в курятнике – это мое занятие. А тут я проснулась, звоню, говорю, Лиза, а ты что делаешь? Она говорит, я курятник чищу, погодка такая хорошая. Я думаю, вот это да. Но я ее не просто так научила коров доить, коз доить и делать всю мою работу. Потому что скоро с мамой мы отправимся в путешествие. И скоро об этом я вам расскажу более подробно. Останутся у нас на хозяйстве папа и моя подружка Лиза. А с мамой мы съездим на один денечек. Кое-что там сделаем, посмотрим, выберем и вернемся обратно. Вот такие новости. А Лизе очень приятно было почитать ваши комментарии. Так, ладно, я уже здесь все сделала. Чувствую я себя уже хорошо. Вчера была температурка небольшая. В общем, уже вливаюсь в рабочий ритм. Сейчас быстренько одеваюсь и побегу помогать ей. Так-то Лиза научилась доить, но все же надо проверять, чтобы она до конца додоила. Так. А потом мы пойдем в баню. Папа как раз баньку натопил. Будем поправляться. Хватит болеть. Так себе это занятие. Побежала. Включимся. И в коровник. Проснулись с мамой, пошли на завтрак. Вот она истинная Карелия. Рыбка. Ягодки. Грибочки. Плоси. Красота. Сейчас позавтракаем. И у нас еще 121 километр дороги. А навигайзер показывает 2 часа ехать. Става. Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Дарья. Это моя мама Оксана. И вы на канале Молодая Ферма. Ребята, здравствуйте. Ведем свой репортаж из республики Карелия. Бросили все хозяйство и уехали на отдых. Ну не пугать так. Мы не на отдых уехали, мы уехали по важному делу. Рассказывай, по какому делу. Еще в прошлом году мы хотели увеличить наше поголовье крупного рогатого скота. Всеми доступными способами. Законными. Собирали документы на соцконтракт. Но, к сожалению, финансирование закончилось. И в прошлом году у нас не получилось приобрести новых коровушек. Ну вот, начался новый 2023 год. Мы собрали пакет документов, подали и получили социальный контракт. Это помощь на развитие любого вашего бизнеса. В данном случае у меня сельскохозяйственный бизнес. Мы написали бизнес-план на приобретение двух племенных нителей. Да, работники соцобеспечения очень волновались, может ли Даша ухаживать за коровами. Да, они интересовались, смогу ли я с ними справиться. Приезжали, проверяли, куда мы их поставим. В общем, все у нас хорошо. Теперь оставалось дело за малым выбрать, каких же все-таки купить коров и где. Так, сначала каких. Да, как вы знаете, последние разы мы покупали племенных джерсейских нителей. И вроде как-то они у нас немножко подразмножились в нашем хозяйстве. И фея у нас, телочка, и та же самая морожка. И мы решили, что в этот раз мы возьмем айширских нителей. Ты скажи, у нас 4 сейчас джерси? Доится. Почему 4 джерси? 3 джерси доятся? Нет. 3 чистопородных джерси. Роза, помесь джерси. Одна айширская коровка чистопородная. И одна айшир плюс джерси. Это марта. В этот раз мы решили, что приобретем айширских нителей. Есть на то несколько причин. Конечно, у джерси молоко бомбическое. С этим не поспоришь, ребята. Это точно. Но у айширов тоже есть свои плюсы. Это количество молока, которое на порядок превышает удой джерси. И, конечно, это появление бычков на свет. Если в случае с джерси надо их определенно продать на племя, так как мяса там, откровенно говоря, никакого, то айширские бычки, так как это мясо молочная порода, соответственно, можно будет себе оставлять на откорм. И не так уж это будет и убыточно. Поэтому мы решили, что айширские нители – это будет наш вариант. Мы изначально, когда покупали коров, мы останавливались на двух породах. Это либо джерси, либо айширы. Ну вот джерси, Даша сказала, у нас сейчас три взрослые головы, одна тёлка подрастает. Соответственно, будет четыре. А получается, что айширка у нас племенная одна. От неё есть потомство. Чистопородная айширочка у нас подрастает, но она ещё только тёлочка. Вот. И две остальные коровки, они у нас поместные. Поэтому вот в этот раз решили всё-таки, наверное, на айширках остановимся. Да, Даша? У нас ещё, знаете, как сказать, мы сейчас вроде как не в сомнении, да? Ну, рассматривали разные варианты. Я там на Швейцов одно время смотрела. Потом вот Красно... Знаете, как не Красногарбатовская, а... Красная, да? Да, да. Ну, Красногарбатовский ещё много пород хороших. Но так как мы остановились уже на Джерси и на айширах, ну, куда уж третью породу тянуть в наш колхоз? Да. Ну, у нас небольшое хозяйство. Вроде как, ну, изначально решили вот на двух остановиться. Извечный вопрос. Какое молоко лучше? Ну, всё-таки, ребята, хочу сказать честно. Ну, покупателей на джерсейском молоко, конечно, больше. Есть люди, которые приезжают к нам из айширским молоком, но они, как сказать, в меньшинстве, да, правильно. Поэтому, ну, как-то вот, если вы хотите произвести на кого-то фуроции молоком, не с молоком, а коровьим молоком, то это, конечно, определённо джерси. Они вот, ну, по многим таким показателям, вот в плюсе, да, они очень человекориентированы, очень-таки лоскучие, очень, ну, вот... Ну, маленькие, компактные. Маленькие, компактные, да, соответственно, вот огромная айширка у нас гуська стоит, и рядом с ней там Джессика, это плютик и дуванчик на таких ножках, вот. Ну, с айширского молока получится больше переработки, потому что у тебя, в принципе, больше молока. Ты сможешь делать и кефир, и ряженку, и наполеонное молоко. Ну, джерси, конечно, особо не размахнёшься, либо должно быть... Масло, масло, да, джерси, это вообще просто... Масло, сметана, но тогда тебе надо сто джерси иметь. Это точно. Просто у нас сейчас расширилась линейка по той продукции, которую мы продаём. Это у нас, например, и топлёное молоко, и ряженка, и кефир. Ну, тут, конечно, лучше брать, как сказать, количеством, да? Термостатный йогурт ты делаешь. Ну, и опять же, сыры, айширское молоко тут тоже отлично подойдёт на сыр, поэтому айширы, да? Теперь второй вопрос, ребята. Где купить хорошую айширку? Нет, ну, у нас были предположения изначально, мы планировали, точнее, я планировала ехать в смену, потому что знакомые, даже не одни знакомые, покупали там на теле, и, в принципе, все были довольны. Ну, и я думала, по натоптанной дорожке мы пойдём тоже в смене. Московская область, в принципе, не очень далеко. Думала, что как раз там и себе что-то подберём. Но так получилось, что мы не ищем лёгких путей. Так получилось, что я позвонила своей подруге в Карелию, и она говорит, Оксана, приезжай к нам в Карелию. У нас отличное племенное стадо, нителей широк, они были в своё время завезены из Винляндии, покрыты, соответственно, тоже племенными быками, по удою, по жиру, очень хорошие показатели. Ну, говорю, давай, еду к тебе. Ну, она договорилась. Вообще по знакомству, ребята, не знаю даже, как вам сказать. Она договорилась с зоотехником. В общем, он нам подобрал шесть нителей ширской породы, вот именно финской селекции, то есть мамы этих нителей были привезены в своё время из Винляндии. Они уже телились здесь у нас в России, в Карелии, ну, соответственно, тёлочки подросли, и теперь они уже тоже нители. Ну, вот ездили с дошуркой, смотрели, не знаю даже. В общем, какой-то взрыв мозга. Ну, там нителей очень много на комплексе, но нам подобрали вот шесть. Одна уже уехала в родильное отделение, у неё вымечка набралось, поэтому выбирали мы из пяти. Две нам. Одна очень понравилась, вторая более-менее понравилась, и три были с дополнительными сосками, что, конечно, нам не подошло. Ну, видите, ребята, частники, они такие противные, знаете, они же будут смотреть всё. Вот эти вот лишние соски, они, конечно, напрягают нас. Так, в принципе, это чисто эстетический вид, да? Ну, чистая эстетика, они ни на что не влияют. Один, там, наверное, случай из тысячи мы читали по статистике, что могут обдументальные соски наполняться молоком. Ну, это вот какой-то вот мизерный процент, но он, хотя, имеет место быть. Ну, вот, понимаете? Ну, вот, ту же подружку, мы как уехали с мамой, мы оставили папу, либо её подружку на хозяйстве, обучили Лизу доить. Ну, и как бы я сказала, Лизка, вот эти два лишних соска, их не трогай, если бы на них она аппарат накинула. Потому что они там у нителей были достаточно крупные, но вот как основные соски. Бывают такие небольшие? Ну, как куговки бывают, а бывают уже сформированные соски. Так вот, у некоторых нителей прямо были сформированные соски лишние, два причём. В общем, ну, говорю, участники противные, мы, конечно, обращаем на всё внимание, и, конечно, такого не хочется. Потом, на самом деле, всё это стоит как бы недёшево, да, соответственно, ты хочешь подобрать корову, чтобы она соответствовала... Всем твоим параметрам. Ну, в общем... Ой, сначала мы с Дашей даже расстроились, когда увидели коровок. Я, честно даже говоря, не подумала предупредить, ну, что нам такое не нужно. Хотя, насколько вы знаете, мы уже с этим сталкивались. Когда джерсеев ездили выбирать, было огромное количество нителей вот с этими дополнительными сосками. Здесь мы тоже пробежались по комплексу. Много. Не все, но большое количество тоже с этими дополнительными сосками. У нас вообще всё не получилось по лёгкому пути. Ко мне приехала подружка, я должна была её обучить, как доить коров косаппаратом, ну, там, птицу покормить. В принципе, это она всё и так умело могла. Поросят. Ну, всё, вроде научили доить. Всё, у неё получается. Заболела мама с температурой слегла. Вроде мама пошла на поправку, заболела я. И когда всё-таки мы уже все выздоровели, Лиза у нас обучилась доить, мы оставили её с папой на хозяйстве, так получилось, что главный зоотехник, который нам как раз подбирал этих нителей под нас, она ушла в отпуск и уехала за границу. Ну, и, соответственно, там были девушки, которые нам показывали коров, но какой-то более подробной информации по отёлу или по количеству молока они нам, к сожалению, не смогли дать. Ну, вроде бы мы остановились на двух. Одна так понравилась, прям понравилась. Вторая вроде тоже ничего такая и лоскучая, и хорошая. Вот толстушка! Ага, помпушка натуральная, ребята. Вообще, на комплексе очень много нителей, и все они такие разные, прямо вот, ну, прямо вот разные. есть такие, вот, как нам, какие мы смотрели, две пампушки такие, прямо ляжки такие, мух, есть за что, как говорится, поддержаться. Но, опять же, такое, ну, не знаю, я не знаю даже, есть такое опасение, ну, чтобы они нормально расстелились, да, потому что... никаких кетозов не было после отела. Да, ну, и вообще, чтобы там роды были легкие, отелы легкие. Ну, у нас джерсельки такие тоненькие, маленькие, худенькие. Да, маленькие рождаются. Обычно отелы такие, ну, спокойные, да. Тут такая прямо стоит мышка. Ляжки большие. И вообще, они достаточно крупные, там, такие эширки по сравнению вот... Такие мохнатые, вот, финки. Говорю, вас, наверное, вообще можно и в сарай не загонять, такие прямо... Без ангара содержать. Да, да. Мы хотели таких пяти, пятнистых, да? Да, да. А она такая, одного цвета, вот такая вот... Красная. Красная, да. Тоже рослая такая, тоже ляжка такие. Ну, хорошенькая, понравилась. Трех мы сразу отбросили, те, которые с дополнительными сосками. Ну, и осталась у нас пятая. Такая толстушка. Мы так и не поняли, почему она такая пухленькая, как будто, знаете, более на мясную похожа. Если бы я увидела, ну, где-то вот ее не на племенном комплексе, я бы не подумала, что это эширка. Да, я тоже. Такая голова массивная. Но она такая лизунья, ребята, и такая спокойная, как там стоит. Прямо лижется. Не знаю, думаю, может быть, она хочет, чтобы мы ее с собой взяли. Прямо к нам так вот. Потому что были такие эширочки, вроде как и на вид такие, но они прямо, понимаете, ну, чего трусливые, прям подходишь, она прямо аж приседает. Были прям красотки. Прямо вот какой-нибудь, вот шерстка ластица. Такая она уже и пролиняла, и такая мордочка у нее вся красивая, оформленная. Прямо как, ну, долматинница, я вам покажу. Но такая пугливая. Вообще, к ней не подойдешь, она уже готова выпрыгнуть. Поэтому даже не знаю, с одной стороны, конечно, таких вот пугливых и бояк не хочется. Они, в принципе, и по жизни будут трусоваты. Потому что наша Буська, вот она как бы боялась всего, вот прям она, как она трясется прям иной раз от страха. Вот что-нибудь даже как-то, ну, что-нибудь там, упадет или что-то, знаешь, прям аж сдрагивает. Знаете, остальные коровы, они вообще даже ухом не поведут, стоят. Вот им хоть бы что, хоть там. Вот есть такая железобетонная психика, урозы. И еще все равно, куда мы идем. Фея тоже будет. Фея спокойная, да. Вот Джессика такая трусливая у нас тоже. Ну, в общем, все-таки характер, он уже виден сразу. Да. Поэтому мы на это обращали достаточно внимания на комплексе. Ну, вот еще сейчас зоотехникам повторно там созвонимся, попросим еще раз племенные документы вот именно на двух этих коровок. Ну, и девчонок будут ставить на карантин 30 дней. И далее мы уже будем, наверное, нанимать коневозку и просить папу, чтобы он привез нам девчонок домой. А потом забыли еще сказать, у нас, видите, отелы получились, ближние. Мы хотели, чтобы отелы были в начале лета. Июнь, май, вот такие вот. Ну, не хочется покупать. Не то, что хотели, просто у нас так получилось, что все по весне, и теперь у нас только будет в сентябре буси и такой большой перерыв. Не, ну просто, чтобы одно время не все терились, когда либо там у тебя молока много, либо у тебя вообще его нет. Поэтому нужно, конечно, раскидывать вот так вот, чтобы более равномерно было уступление молока, потому что либо ты там забиваешься, либо ты вообще сидишь без молока. Как мы с девчонками говорим, у нас две проблемы. Либо некуда молоко девать, либо его нету. Вот такого, чтобы у тебя молоко было в самый раз, да, такого не бывает. Либо, говорю, мы плачем, ой, столько молока, не знаешь, что с ним делать. Либо, ой, мне вообще нет молока, вот вообще нет молока. Поэтому, говорю, нам не угодишь. Вот такие наши новости. Попоказываю вам немножко коровок, какие там были. Всякие разные. А так, ребята, мы вчера выехали с Дашей к вечеру из дома, пока мы там копошились, пока доели, пока я решила молоко переработать. В общем, только вечер. Попали в огромную пробку с выездом из Твери. Толкались, толкались там, потом выехали на платку. Они думали, что мы, наверное, пять раз меняли маршрут. То хотели в Питер, то потом. Потом решили поехать напрямую. Переночевали в отеле ночь. И с утра приехали уже на комплекс. Погода так менялась. Выехали мы буквально там из весны. А в Карелии мы попали вообще в зиму, в зиму. Просто вот снег. Сначала шел дождь, потом шел снег, потом были вообще такие заметенные дороги. В общем, вот так. Так, конечно, по платке ехать было приятно. Освещение, в общем, едешь. Две полосы. Две полосы, едешь, просто вот отдыхаешь. Когда мы съехали с платки, свернули на Карелию, там еще такая часть дороги, не знаю, кто ездит, вот эта кирижская, там вообще как доска стиральная. Да, мама ехала 80 км в час, говорит, ты ложись по спит, так трясло, так какое, думаешь, как бы колеса не укатились в разные стороны. Это правда, да, такое безобразие. Вообще еще такой был туман, дождь, вообще ничего не видно. на дальнем свете в тумань не поедешь, на ближнем. В общем, в каких-то там тяжелых метеорологических условиях ехали. Еще думали, заезжать на платку, не заезжать, все познается в сравнении. Да, как выехали с платки, а что такая сразу же, прямо бах, ничего не видно, темнотища. Еще ехали, знаете, боялись, где знаки стояли. Что лоси бегают. по дорогам, конечно, тяжеловато будет. Ну ладно, все доехали, вот идем назад. Все заедем в Питер, там у меня сестра, переночуем у нее и завтра с утра пораньше поедем уже домой. Там мы спрашивали, как они там держатся. Лиза вроде держится, все нормально. Всех подоили, всех покормили, сейчас пойдут в обед малышку поить молочком. Да, еще мы там оставили одно дело. Сегодня будут осеменять фею. У нас фея в охоту пришла. Я еще смотрю по своим записям, думаю, блин, наверное, мы как раз будем уезжать. И фейка придет уже во вторую охоту и надо будет ее осеменять. Вроде должны вдвоем справиться. Да, уже договорились с ветеринаром. Муж сейчас съедет, привезет. И попробуем осеменить. Ну, осемениться будет хорошо. Где-то, в следующую охоту будем осеменять. Будем пробовать с сексированным семенем фею укрыть. Угу. Ну что, поехали мы сейчас до Питера. Там посидим, чаи попьем, поспим и с утра выйдем обратно уже. Получается, четыре дойки пропустим. Ты представляешь? Угу. Лизка у меня ярко, молодец. Да, такие подруги. Вот ребята все время думаю по поводу Дашиных подруг. Вот те, которые были в спорте, вообще нет линейных никого. Вот такие девчонки работящие. Все-таки вот спорт, да, прямо накладывает, дисциплинирует. Дисциплинирует очень сильно. И вообще вот такая черта, как, ну, просто на конюшне нет места лодырем. Поэтому это точно. Да. Сразу видно, когда приезжают бывшие конники. Они ничего не боятся, коров не боятся. Пользы много. Да, они сразу чик-чик-чик помогают. Они приедут из города подружки. Ой, я дома посижу, подожду тебя. Пойдешь посмотреть, как у меня дойка будет, не, я дома подожду тебя. Ну, ладно. И тоже мы в сторону отошли. Угу. Будем с вами прощаться. пишите ваши комментарии, поздравления. Мы хотим, чтобы у нас уже было не 6, а 8 дойных коров. Ну, наверное, надо нам будет о чем-то думать по поводу работников. Да, по поводу работников и по поводу места. У нас много для вас новостей, просто не хватает времени все рассказать и про земли, и про технику. вот, начали с чего-то. Это про соцконтракт сейчас с вами все информации поделимся, а потом расскажем уже и про земли. Про землю, ну, про ферму. Про земли, про кредиты, про технику, да. Про помощь государству, сельскому хозяйству, развитию. в общем, будем с вами делиться полезной информацией. Чем много и не хватает времени для того, чтобы все смонтировать и выложить. Ну, очень много вопросов ребята задают, но бывает вообще, ну, вообще нет времени. А, я еще хотела знать, ребята, вас поблагодарить за хорошее, доброе поздравление с днем рождения. Спасибо вам большое. Не, не 50, 51 год был, исполнился. Вот, спасибо вам огромное. Я прочла комментарии. В общем, спасибо. На этом мы будем с вами прощаться. Всего доброго. До новых встреч. Пока-пока. До свидания. Нет, я хочу поснимать. Кто, кого такие рогули-то большие. Девчонки, как вас здесь минуло? А ты что-то хорогатая. Ой, смотри, какая толстушка. Рыжуля, какая же ты толстуля. хе-хе-хе-хе-хе. Красавец. Тоже взяток. Смотрите, вот эти вот, разбираем. 12,72, 12,72, да, на дирочку. 27,90, девочка, 14,50. Вот это точно фотографировали. Потом 28,98 и 14,20. Ты моя хорошая. Ой, какая ты большая. ну что, не боишься даже? У-у-у-у. Рыжуля. Рыжу. И ты хочешь, так сейчас, подожди. я дальше подумала, надо было спросить, может, что-нибудь вкусненького купить, не знала, можно давать, нельзя. Так, ну что, пять штук, да? Да, вот эти пять штук. Смотрите, выбирайте, может, там, сзади обойти. Смотрю, мама, какая смешная последняя, ну, эта к нам не относится, как белая долматинец, белая. Мам, она такая прикольная, она белая. Вот ты, да, смотри, как долматинец, слушай, какие, все разные они, какие-то большие. Красненькие, и беленькие. У этой сосков-то, смотрите, шесть штук, нам такие не подходят. Вот эти, эти сосочки, посмотрите, вот с тех пяти, которые нам одобрили, да? Давай первая, вот эта, ну, давайте я покажу. А, видно, по-моему, нет? 12,72. Да. Но у нее лишних сосков нету. 12,72. Она такая битоненькая, такая, мощненькая, но не бояка, даже. Сосков лишних нету, вымечка такая хорошая, как у Бузьки. Похоже на Красногорбатовскую. Нет, такая голова у нее, видишь, не вытянутая, как у Айшилки, а такая бурюмушная. Так, ну что, следующая, да? Следующая. Следующая, спокойная, как там, 27,90. Хорошая такая. Ну что, что вы, что? Слушай, такая. Попытами не обрабатываете? Какая-то толстенькая. Толстенькая ты тоже. Здесь вот такой вот один. Ну знаешь, как, нет. Слушай, ну это ладно, вот эту давай возьмем. Вот эту возьмем? Вот эту давай возьмем. 27,90. Да, тебя? Сюда тебе нужно отправить, он тут по-у-у-у-у-у. Так, вот эту мы тебя, наверное, 8,90. но не так. вот это, Здесь, когда куп можешь быть продвинут, для ну и даже больше dividend ! Пап Tam, то есть jakiś скид Saint-Vhandaz. Продолжение следует...